Субтитры создавал DimaTorzok Я в двух словах повторю, что у нас там в конце было. Теория, ну, на примере С2, калибровочная теория с хиксовым изотриплетом, который конденсируется и дает массу двум из трех глионов. А один, ну, называется фотон, остается без массы. Это теория возмущения, стандартная, так сказать, слабая связь. Но это трехмерная теория. В этой трехмерной теории есть топологические возмущения, которые не видны в теории возмущения. И в этом случае они представляют из себя магнитный монополь, который имеет характерный радиус, равный обратной массе заряженных глионов. Ну, будем называть W плюс минных. А на больших растениях там внутри уже все степени свободы, не Абельевские и хиксовые, так подстроены, что все регулярно. Если подставить эту конфигурацию в действие, то с точки зрения четырехмерной, это просто солитон, то есть частица, и у него будет масса, порядка, масса W делить на маленькую константу связи G. Но с точки зрения трехмерной, это то, что называется инстантоном. То есть это трехмерная конфигурация, зависящая как от двух пространственных координат, так и от времени. В открытии время идет как третья координата. Поэтому он описывает не частицы с трехмерной точки зрения, а некоторые вакуумные специальные топологические конфигурации. И в этом смысле вакуум нарезается на сектора в соответствии с топологическим зарядом, роль которого здесь играет магнитный заряд этого монополя. То есть есть отрубативный вакуум с зарядом 0, затем есть состояние, например, где топологические заряды на единице, ну, соответствующих единицах. Это у вас как бы один монополь присутствует. Есть еще антимонополи, конечно. Потом вы можете брать два монополя, три из какого угодно. И вот так каждый топологический сектор, он является изолирован в том смысле, что никакими малыми фруктуациями, которыми оперировали теорию возмущения, такими топологически тривиальными, вы не можете перейти из одного сектора в другой. А с точки зрения функционального интеграла и вычисления этой суммы, мы должны суммировать по всем существующим данной теории конфигурациям, и поэтому эти топологические фруктуации, они все должны быть суммированы. Значит, качественно это выглядит так. Есть два вклада в действие от вот этих монополий. Они же трехмерные инстантливные. И самодействие, то есть вы берете просто вот это решение классическое, подставляете назад в действие и вычисляете действие, которое с четырехмерной точки зрения будет просто масса интермонополя. Это конечная величина. Она типична, содержит... Ну что-то типа, допустим, четыре пи, тут масса, другой В, а тут будет константа Е, квадрат. Так что это, конечно, действие безразмерное. И все делается, условно говоря, в слабой сверху. Ну, условно, потому что здесь константа размерная, и роль безразмерного параметра играет как раз в этой величине. Она же может быть перевыражена через вакуумное среднее хикса. Ну и если отсуммировать вот такие, собственно, энергетические вклады от этого редкого газомонополия и антимонополия, то получается просто константный звик в плотность энергии. Он энергию понижает. Ну а эффекты экспоненциально маленькие. У вас есть Е в степени минус вот такое действие. А оно большое, поэтому Е в степени минус действие – это очень маленькая величина. Но это связано с тем, что все эти расчеты являются самосогласованными только именно в этом вреде, но который в каком-то смысле можно называть пределом слабой связи. Ну и тогда такие простые вычисления дают главный вклад в ответ, а поправки будут параметрически маленькие. Если бы это было порядка единицы, то этот газ монополия, он был бы плотным, расстояния между ними были бы порядка размера самих монополий, то есть обратной массы W. И, в общем, расчет сильной связи практически, как правило, невозможно аккуратно сделать. И там, кроме того, могут появляться какие-то новые совершенно нетривиальные качественные эффекты за счет сильного взаимодействия между монополиями. В общем, мы туда не ходим, как говорится. Так? Поэтому, если суммируются просто собственные энергетические вклады, они дают вклад в потенциал дополнительный. Но он удивляет какие-то константы просто. Это маленькая константа, которая немножко понижает плотность энергии по сравнению с теорией возмущения. Но эта добавка, она качественно имеет здесь минус что-нибудь типа MW3, ни в стиле ни минус S. Вот это S. Ну, поэтому это эксперименциально малая в этом смысле. Добавочка. Энергия немножко понижается, но понижается. За ноль берется персурбативная энергия. И это ее чуть-чуть понижает. Само по себе ничего интересного не представляет. Но это не весь ответ, потому что поле монополия, очень медленно убывающий на больших расстояниях, напряженность делится на X квадро. Как у Кулоновской напряженности, только магнитная. И поэтому, на самом деле, ввиду такого медленного убывания, взаимодействия между этажами далекими монополиями. Газ разрешили, но ввиду дальнодействующего характера напряженности, надо учитывать взаимодействие между ними. С качественной точки зрения, если заменить все магнитное на электрическое, это будет полная аналогия того, что, скажем, происходит в плазме, когда возбегают электрические заветы в редкой плазме. И создают каждый из них Кулоновское тоже дальнодействие. И надо это пересуммировать. И это приводит к дебайскому экранирую. Думаю, всем знакомо. То есть появляется вклад в массу статического потенциала А0. Добавка к потенциалу, в смысле, по гражданам. Она будет типа А0 квадрат, а здесь будет выводить, ну, типа А0 квадрат. Пропорциональная плотность этих ваших зарядов. И это приводит к тому, что, если вы помещаете в эту плазму какой-то внешнестатический заряд, то он поляризует вокруг себя эту плазму, натягивает противоположные заряды, отталкивает такие же. И в итоге этот заряд экранируется. И это противоволенто появлению массы фотона. И потенциал становится не кулоновским, а экспоненциально убывающим на расстояниях больше, чем обратно от дебайской массы. Так, а вот в нашей модели вот этот газ монополий, он не реальный или виртуальный? Они не реальные и не виртуальные. Это вакуумные фруктуации. Нет, ну, допустим, мы начали с вакуума, где вот этот вот экологический заряд 0, да? И дальше у нас все равно будет модифицироваться вакуум, правильно? Из-за этого монополия. То есть они же у нас есть там... Модифицироваться в том смысле, что мы учили не все возможные вклады в функциональный интеграл. Теория возмущения дает учет тривиальных фруктуаций с апологическим зарядом 0. А есть нетривиальные фруктуации. Модифицирование тоже здесь будет, да? Где здесь? Даже в случае, если у нас апологический заряд 0. Нет, не будет. Откуда им уже? То есть это не то, что там, допустим, у нас экранировка обычного заряда электродинам? Нет. Значит, давайте побольше. Значит, вы имеете в виду обычную четырехмерную электродинамику, так? В отсутствии всяких внешних зарядов там происходит экранировка за счет петель. Но это не дает массу фотону. Оно просто уменьшает заряд. Что заряд альфа, в зависимости на каком масштабе вы его смотрите, он равен, допустим, альфа 0, а здесь по единице минус какой-нибудь альфа 0, альфа 0 это заряд на масштабе ланда 0. Если я пойду на большее расстояние, то заряд вот так растет. Значит, заряд на большее расстояние становится меньше. Ага. Да. То есть, внешне, если вы будете заряд, он тоже самое поляризует вакуум. И, допустим, это будет заряд плюс. Он электронный на себя натягивает, позитронный отталкивает, они его частично экранируют. Поэтому уменьшается заряд, но потом остается без массы. Это качественно разные вещи. Потенциал кулоновский, который без этого у вас был, например, какой-то альфа делить на х. А теперь эта альфа начинает зависеть от того, на каком масштабе вы его смотрите. Но оно остается кулоновским. Просто величина заряда уменьшается с увеличением энергии, ну или с увеличением расстояния, на которых вы ее рассматриваете. Но это не масса фотонна. А вот это масса фотонна. Так вот, если у нас технологический заряд норм суммарный, то у нас может быть сколько-то монополий, сколько-то антимонополий. Это правильный вопрос, но это, так сказать, немножко другой. В области. Это вопрос о том, насколько однозначно разделяется теория возмущения, тривиальная, который имеет топологический заряд ноль по определению. от вкладов, которые тоже имеют топологический заряд ноль, но реально он там внутри не ноль. То есть, вот я могу взять пару монополий-антимонополий. Глобальный топ заряд будет ноль. Но ясно, что это не пустой ноль, а это, ну так сказать. То есть, у них масса большая. То есть, они же нереальные тогда. Если у нас, мы смотрим на, значит, низкие энергии, масса большая, чтобы их хранить из вакуума. Нет, это неправильная интерпретация трехмерий. Вы их рассматриваете как частицы с массой какой-то большой. Это не так в трехмерии. В трехмерии это не частицы. Я уже об этом, по-моему, раз пять повторял специально. Это некоторые вакуумные фруктуации, у которых вот такое действие. Но это не есть реальное возбуждение частиц какой-то массы. Это специальные вакуумные фруктуации, которые, так сказать, дают переходы между вакуумом. Можно так себе представлять, что он описывает туннелирование между разными вакуумами с разными топ-зарядами. Да? Поэтому это во-первых. Во-вторых, вопрос о том, как разделить аккуратно вклад просто пустой, без монополий, от, например, вклада от пары монополий-антимонополь, которые топологически тоже имеют суммарный топ-заряд ноль, но ясно, что это не теория возбуждений. Это вопрос довольно тяжелый. В общем, практически в приближении слабой связи, когда это целое так считается, то он решается, ну, как бы, автоматически. В том смысле, что мы набираем со сумму из любого количества монополий и антимонополий независимых. И суммируем по всем, по N1 и N2. Где N1 число монополий, N2 число антимонополий. И суммируется двойная сумма. И в этом смысле идея состоит морально ясно следующая. Даже когда я возьму далекий монополь-антимонополь, и взаимодействие кулоновское между ними уже можно пренебречь, оно все-таки вымирает, как единица на х, то действие, вклад в действие от такой пары, это будет действие не ноль, а будет равно удвоенному действию одного монополия. Это будет маленький вклад, но он явно все-таки отличается и морально, и количественно от теории возмущения. Поэтому вот в этом приближении можно считать, что мы умеем отличать вклад пары монополий-антимонополь от вклада теории возмущения, который, скажем, в район нулю. В каком-то смысле, да? В топологическом смысле. Ну вот так это и считается. И сводится это все к тому, что мы писали, что у нас будет просто сумма по всем возможным количествам отдельно монополий и отдельно антимонополий. И каждый дает действие вот такое. И если у вас, допустим, вклад пары, то это будет е степени минус с 0. Действие этой пары будет вот так. Вклад в действие. Он будет дважды подавлен по сравнению с вкладом, когда у вас всего один монополь. А в этом приближении вклад в теорию возмущения, он единица. Вклад одного монополя, вот такого порядка малости. Вклад пары, независимо от этого заряда. Эта пара может быть два монополя, или два антимонополя, или монополь-антимонополь. Но в этом приближении редкого газа, подавление под действием будет два S в экспоненте. Ну вот все, что я могу сказать, что отличима в этом смысле. Они могут уничтожиться монополь-антимонополь? Ну формально, конечно, могут. Да. В том смысле, что в топологическом смысле пара монополь-антимонополь она нестабильна вообще-то. То есть, если их притащить друг к другу, то они могут... В топологическом смысле это конференция, что называется, стягиваемая. Что когда я их начинаю слишком приближать друг к другу, и они начинают уже перекрываться, то вот эти формулы, которые описались для отдельного изолированного решения, они уже становятся неприменимыми. И тогда можно непрерывными деформациями это все стащить в нулю. Вот когда топ-заряд не равен нулю, это невозможно. Так? А если топ-заряд равен нулю, то формально можно сказать, что это пара... Значит, что такое татологическое рассуждение? Они говорят, если у вас есть какая-то конфигурация поля, и теперь вы будете делать какие-то плавные деформации, то, скажем, топологически нитергиальная конфигурация состоит в том, что... Вот мы ее взяли какую-то, посчитали топ-заряд. Он равен, словно говоря, 1. Но топ-заряд определяется всегда интегрованно полной производной по очень удаленной поверхности. И поэтому, если вы эту конфигурацию начинаете как-то деформировать, то это происходит где-то внутри, а на интеграле по поверхности это никак не сказывается, топ-заряд вы никогда не измените. Поэтому, если у вас есть конфигурация с топ-зарядом, она в этом смысле топологически стабильна. Никакими плавными деформациями топ-заряд вы не можете изменить и перевести конфигурацию, допустим, с одним монополем в топ-зарядом 1, а в конфигурацию с топ-зарядом 0. А если у вас формально топ-заряд 0, но состоит из монополя-антимонополя, то вы можете их сблизить и, так сказать, плавными деформациями несингулярными стащить к нулю всю конфигурацию и действия стащить к нулю. Да, это возможно. Но это, на самом деле, длинный вопрос. Если начать на него подробно отвечать, это целая история. Это связано с так называемыми ренормалонами. То есть, это некоторым боком связано с тем, что, на самом деле, когда есть поправки по петлям в теории возмущений, там, конечно, никаких топ-зарядов ничего нет. Но, на самом деле, ряды расходятся. Они асимтатические ряды. Так? И если посмотреть сингулярности, так сказать, по радиусу сходимости и так далее, то они связаны именно с этими конфигурациями, которые реально топологически, типа монополя-антимонополь, а формально топологически тривиально. Есть связь, короче говоря. Но это большая отдельная история, что теория возмущения, она как бы указывает, что в теории есть топологические конфигурации с топ-зарядом ноль, но внутри не тривиально. И вот, это отказывается в том, что расходятся формальные ряды по константе связи, персурбативные. И если посмотреть, в каких местах, так сказать, спектральная плотность расходится, то она расходится в тех местах, где как раз соответствует действию, первая расходимость, самая ближняя, будет действие, соответствующая 2.0, пара монополя-антимонополь. Эта связь прослеживается. Но я не буду в этом больше вдаваться, это отдельная. Да. Вернемся к нашим этим самым. Значит, я еще раз говорю, что есть качественная аналогия, но почти стопроцентная, между обычным дебаевским экранированием и появлением массы фотона, если у вас есть газ из электрических зарядов, то разница, что дебаевская масса, она не подавлена экспоненциально, она, ну, так сказать, пропорциональна там плотности, а, ну, у нас в каком-то смысле плотность экспоненциально маленькая. Так что у нас, если выражать через плотность, то вот это и есть целая плотность. Ну и тогда масса экранирования в нашей модели, она тоже качественно пропорциональна плотности. Просто плотность экспоненциально мала в этом случае. А в остальном отличается тем, что здесь это легко и стандартно делается, но на электрическом варианте. Когда вы написали исходные поля, они, условно говоря, все электрические. Это просто название, но по определению. Там в смысле, что вот вы написали там какие-то кварки, глионы, и это заряды электрического типа. И они экранируют электростатический потенциал и дают массу фотону, то есть экранируют взаимодействие между двумя электрическими зарядами. А в нашем примере нетривиальным является то, что вы написали исходный награждан в терминах электрических полей, тех же кварков, глионов, а вакуумные фруктуации магнитного типа. И они появляются в экранировке магнитной напряженности, а не электрической. А экранировка магнитной напряженности это появление массы магнитного фотона. Это дуальный аналог А нуля. В трехмерии он вводится стандартно, я еще раз говорю, что магнитная напряженность она из градинар скаляра. Вот это дуальный фотон скалярный. У него одна физическая степень свободы в трехмериях. И он становится массивным за счет того, что у нас там газ магнитных зарядов, монополий и антимонополий. И они ему дают гибаевскую массу точно такую же в этом смысле. Так? Но теперь я вернусь снова сюда, да? А нет, тут ничего не будет. Смотрите, в чем разница. Вот пусть у вас в башне появилось экранирование электростатического поля и масса обычного электрического фотона. Но магнитное поле в плазме не экранируется. Поэтому если вы эту плазму внесете в магнитный заряд, он останется с напряженностью единицы на х квадрат. Он не экранируется. Это понятно? А здесь, в нашем примере, ситуация принципиально разная. Когда появилась масса у этого магнитного фотона, то при этом электрический поток сохраняется. То есть точность обьянки осталась не нарушена. Так? И поэтому, когда вы в такой магнитный газ вводите электрический заряд, он дает свой поток. Но этот поток этим газом монополии не может заэкранироваться. С одной стороны. С другой стороны, ясно, что ввиду появления массы магнитного фотона, вот этого гамма, так, что невозможно, чтобы напряженность свободно оставалась как в пустом пространстве. Она должна экспоненциально зарезаться на расстояниях обратной массы потона. И единственный выход из сочетания этих двух вещей, что поток надо сохранить электрически, а все напряженности на больших остатях должны вымирать и экранировать. Экспоненциально падать. Это состоит в том, что образуется струна. В трехмерии это не круглая струна, это плоская струна. Потому что у меня есть два пространственных измерения. xy в плоскость. Вы поставили сюда заряд электрический, скажем, E, а сюда минус E. Так? И вот он создаёт поток электрический, и этот поток не может быть заэкранирован. Но он и не может свободно распространяться, потому что фотон массивный. И тогда единственный вариант состоит в том, что образуется такая, ну, можно назвать её струной, но это плоская полоса. шириной порядка единица на массу фотона. Потому что на больших расстояниях уже напряжённости все экранируется. И весь поток идёт в эту полосу, и потом поглощается противоположным зарядом. Он не распространяется свободно, как единица на x, там, какой-то. Как, если бы не было массы фотона, он бы распространялся степенным образом, нормально, по галусу. Появление массы фотона означает, что на больших расстояниях он должен вырубаться. Все полосы, все напряжённости будут экспансиально подавлены. И поэтому этот поток пробивается, или, так сказать, полосу, но третьей полосы масса фотона будет практически в центре равна нулю. Вот тут, на этой оси. Ну, я уже писал, да? Что, когда вы... Я писал уравнения, описывающие вот это... Ну, я их буду называть струной. Но то, что обычно в трёхмерии называется струной, это буквально круглая, это самая трубка двумерная, которая идёт от заряда к антизаряду, но она сама двумерная. А трёхмерии надо одну размерность отрезать, и она остаётся одномерной, плоской друг. Но принято всё равно называть струной. Так вот... Вот это поле гамма фотона магнитного, оно вот так себя ведёт. Вот это область струны. Вот это область. Тут слева гамма идёт к нулю, а справа гамма идёт на 2π. Это и то, и другое, есть вакуумное значение, потому что потенциал у гамма, он косинус качественный. Я константы сейчас всякие не пишу, просто совсем качественный. И поэтому тут есть много вакуумов. И вот эта митериальная топологическая конфигурация соответствует тому, что с одной стороны, вот здесь у вас один вакуум, где гамма выходит на 0, а с этой стороны у вас другой вакуум, где гамма выходит на 2π. И то, и другое, есть минимум потенциала. Так? Но это разные минимумы. Фривиальная конфигурация состояла бы в том, что у вас канал начинается с нуля, например, и потом снова выходит на 0. То есть вакуумы справа и слева были бы одинаковы. Вот эта конфигурация топологически стягиваемая к нулю. А вот такая не стягиваем малыми деформациями никакими. Если вы концы забили 0,2π, то как бы вы внутри там внизу эту кривую, у неё тот заряд равный разности этих значений, он фиксирован. Поэтому это создаёт энергию взаимодействия между ними пропорциональному длине этой струны. То есть потенциал взаимодействия двух зарядов на расстоянии R становится вот такой валид. Он линейно растёт с расстоянием. А если я помещу два магнитных заряда в этот газ монополий, то потенциал в теории возмущения от обмена фотоном он логарифмический. Так? Вот если бы была только теория возмущения, у нас тоже был бы конфайнер. В том смысле, что взаимодействие между любыми электрическими зарядами было бы логарифмическим. Но на самом деле теперь сейчас а взаимодействие между магнитными зарядами тоже было бы логарифмическим. если бы у вас вы вносили бы тяжелый внешний магнитный монополь и антимонополь а все фруктура чисто персурбативные то это тоже Булоновский источник и эта пара монополь и антимонополь тоже бы взаимодействовала вот так. Но наличие вокруг газа монополий их дает экранировку магнитного потенциала гамма и поэтому на самом деле этот потенциал умножится на больших расстояниях будет вести себя вот так. Вот тут масса этого магнитного фото. И поэтому на самом деле спадает а не растет. А с электрическим совсем другое дело. этот газ магнитных зарядов он не может экранировать электрический поток но он его сжимает в струну. Ну вот такая вовсе качественная картина. Это мы рассмотрим чисто бозонную теорию. И что изменится если мы будем нацелены на описание суперсиметричного обобщения вот этой бозонной теории. Там обязательно был сермион партнеры бозонов. Влияние сермионов на топологические конфигурации принципиально поменяет дело. Это не какие-то мелкие поправки. Это существенная вещь. она состоит следующий. Еще раз вспомним как вычисляются вот эти все вклады в действие. лагранжиан на лагранжиан но ищутся конфигурации топологически нетривиальные. Не теория возмущения, а что-то топологически нетривиальное. Но дальше в функциональном интеграле идет интеграл по всем фруктуациях. Только теперь эти фруктуации в теории возмущения это фруктуация над нулевыми полями. А когда есть нетривиальные вакуумные топологические классические конфигурации это теперь будет фруктуация над этим бы граммом нетривиальные топологические поэтому если у вас есть какой-то лагранжиан вот это у вас набор полей их там сколько-то вы пишете что все поля равны фи-классическое плюс квантовая фруктуация дельта и если у вас малый параметр есть что константы связи соответствующие малы то тогда можно разложить по этим дельта фи и оставить только первые члены квадратичные по фруктуации члены линейные отсутствуют потому что классические решения являются экстремумом действия и поэтому первая производная по фи равна нулю но члены квадратичные конечно уже есть и поэтому это дельта как эмплогическое ну не просто а циклогическое плюс дельта эль а дельта эль если есть качественная новая дельта дельта фи тут будет какой-то оператор дельта фи ну например вот пусть у меня есть скалярная боль в лагранжан она входит в виде дельта фи квадрат и в 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 Ларан наш, тут еще стоит, что-то типа е квадрат, е квадрат, е квадрат, е квадрат, квадрат Вот это буквально наш ларан, если уже конкретный Так, теперь вы говорите, мы нашли классические решения, монополь А теперь хотим посмотреть влияние квантовых луктоваций Мы пишем вот так, фруктуация скаляра, только он из-за трипле в нашем случае А это и сузвачный глион И фруктуация глиона Теперь надо все поставить сюда И будет равно классическому выражению, когда это дельты равны нулю Плюс добавка И добавка будет квадратичная по полям Ну например Добавка квадратичная по фи будет выглядеть буквально так Тут будет стоять дмю Но в этом дмю бэкграунда будет стоять классическое вот это Дмю бэкграунда То есть пустая дмю бэкграунда Плюс Е Амю бэкграунда Умножить на дмю бэкграунда Ну и все квадрат Вот квадратичная фруктуация Но она не вокруг пустого Нулевого приближения А вокруг классического нетривиального бэкграунда Который есть потенциал нашего монополя Ну и аналогично сюда подставляется То же самое И у вас будут члены Типа Дмю Дмя Квадратичная Я качественно пишу Где вот это дмю тоже содержит Это вот такое же дмю То есть Это будет структуация глионного поля Но в бэкграунде Из классического Нетривиального Глионного Бэкграунда Ну и то же самое Относится ко всем случаям Севастописием Какие-то полярцы А теперь надо проинтегрировать Значит, эта сумма Есть интеграл На самом деле По Всем вот этим Флуктуация Но если бы мы оставили только Члены квадратичные По флуктуациям То интеграл Гауссов Берется Формально точно Так? И поэтому Например Вот этот Темп Этот написан Если это Расписать В другом виде То он выглядит так Это будет Дельта Пи А тут будет стоять Дель квадрат Дельта Пи Вот этот Темп Оператор Это просто Дель большой квадрат И здесь То же самое Качество Ну поэтому Интеграл По дельта Пи От выражения Вот такого вида Здесь стоит Как правило Дифференциальный оператор Второго порядка Но не тривиальный Это не Пустая производная Дель маленькая А это в бэкграунде Из вашего Классического Топологического Решения Ну а Интеграл По дельта Пи Е степени Ну или По дельта Пи Е степени Дельта Пи М Дельта Пи Он дает Единиц Формально Мы говорим Так Единиц Это Детерминат М Одну сторону Ну Проще всего Представьте себе Что у вас Одна степень Свободы Так Это будет Когда Обычный Интеграл Это будет Интеграл Под Ис Е степени Минус Ис Так Заменили Ис На Единицу На Корень И Выскочила Единица На Корень Ис А Это Функциональное Обобщение Эти же формулы Потому что В каждой точке Пространства Ис Это отдельная Степень Свободы И поэтому Это идет Как произведение По Всем точкам Каждый Из них Дает Единицу На Вот Эту Штуку В данной точке И она входит В виде произведения Поэтому Можете считать Что это Как бы Матрица Да И Если Она Диагональная То Элементами Являются Элементы Этого Оператора Точки Х1 Х2 Х3 Х4 Их Бесконечно много Этих точек Так Но Когда Это Перемножили То Это Будет Детерминат Эта Диагональная Матрица Ну А Диагональная Она Как бы В каком-то базисе А в общем Случае Если она Даже не диагональная Это все равно Будет Детерминат Но Это обычно Плохо Определенная Да? Нет Обычно То есть Фактически Это просто Поправка Однопетлевая Только в background Да? Что это такое? Вот например Вот это Детерминат D квадрат Это на самом деле Петля Скалярного Поля Но только Пропагатор Не в пустом пространстве Он не единица На K квадрат Интеграл БДК А он БДК Это Не тривиальный Пропагатор Так? Но если его начать Раскладывать Считая Что это Маленькая Поля Если я Выброшу То это Будет просто Интеграл Детерминат На K квадрат Ну он Конечно Плохой Но он не от чего не зависит Это константы Можно ее Общемножить Не играть Но на самом деле Здесь Стоит Ну Качественно Стоит K Плюс 2A Квадрат Только А Это функция Х Поэтому Это условная Запись Я формально могу Теперь Это Не совсем Правильно Тут Стоит Логарифм этого K Квадрат плюс K плюс А в квадрат А Лежит Д4 А Почему Д4 Ну Сколько У вас есть Размерности Сколько И стоит Если 3 Так Д3 Если 4 Так Д4 Я привык Мы живем Обычно Четырехмерности Смотрите Вот Если у меня получилось Такое выражение Да То я могу написать В виде Е Степени Минус Одна Вторая Сейчас Соображаю Трест Логарифм М Ну Опять Таки Где это матрица Я ее Как всегда Вшестерк Нет Детерминат матрицы Это Есть Произведение Диагональное Это Произведение М Могарифм Заяшет на диагонали Но Произведение Мысл Можешь Переписать Как Е А Детерминат Сум Логарифм Сум Логарифм Детерминанты. Сейчас логарифм, детерминанты. Ну то надо мы ведь совсем двигаем, что если это не логарифм, то есть сам объект. Да? Детерминант у нас это будет логарифм от произведения. А логарифм произведения равен сумме логарифм. Поэтому это будет произведением экспонент Е в степени минус М1 умножить на Е в степени минус М2. Это будет Е в степени минус логарифм М1 умножить на Е в степени 2, 3 и так далее. Только одну вторую вещь надо поставить, если у нас там корень из-за терминант. Ну короче, если это представляете в виде матрицы, то это совершенно тривиальная формула. Просто она обобщается в абстрактном виде на любой аббератор, когда это бесконечно мерная матрица. Ну и поэтому тут будет одна вторая, если одна вторая, если она там есть. Ну и поэтому это будет единица за корень из-за м1 умножить единицу за корень из-за м2 и так далее. Это значит единица за корень из-за терминанта. Это формальное выражение. Но формально оно правильно, конечно. Так? А с точки зрения теории возмущений, это вот такой интеграл. Но этот интеграл я могу теперь начать раскладывать в ряд по А, считая его маленьким. Так? Значит, первое приближение А просто выбрасывается. Это будет расходящаяся константа. Но эта константа, она ни от чего не зависит. Она уйдет в общий множитель. Первый какой-то нетривиальный член, это будет А квадратный. Ну, поскольку А по Лоренцу, ясно, что он не может один торчать. Поэтому, на самом деле, это будет вот такая диаграмма. Когда я по А начинаю раскладывать, то, например, член квадратичный по А. Все равно, что взять из этого выражения вторую производную по А. Так? Ну или еще условнее. Еще условнее. Лучше вот так нужно. Чтобы А сразу был в квадрате. Ну и тогда раскладываем прям по А квадрату. И тогда это будет интеграл ДНК на К квадрат. И тут будет стоять А квадрат как множитель. Это вот эта петля. Только тут не совсем так. Аккуратно. Это неправильно. В том смысле, что тут один пропагатор. На самом деле, тут стоит, конечно, не А квадрат, а стоит, условно говоря, К плюс А, К мю, плюс А мю квадрат. Да? То есть, ясно, что когда мне нужно испустить два пропагатора, тут будет два пропагатора. Один и второй. Если это аккуратнее сделать, конечно, так и получится. Поэтому член квадратичный по А. Это просто вот эта одна петлевая диаграмма с пустыми пропагаторами. И поэтому тут будет вот так. Ну, в четырёхмерии, например, это 4К на К в четвёртой. Вот К идёт по петлю. И два пропагатора каждой единицы на К квадрат. Это обычный склад по реализации вакуума фотона. Он даёт логарифм в четырёхмерии. Следующее членное разложение – это будет испускание дополнительных мотонов. В верхней формуле трейс логарифм детерминать не надо. Не надо. Я сейчас слышу, что не надо. Это трейс логарифм. Да. Короче, что в таком виде, что в таком виде – это одно и то же. С точки зрения разложения – это обычный ряд теорий возмущений. Когда вы начинаете формально раскладывать по степеням бэкграунда, то это будет однопетлевая диаграмма, из которой идут склады с двумя фотонами, с тремя, с четырьмя, с пятью. Это сумма по всем членам разложения. В теории возмущений это выглядит вот так. Но если у вас бэкграунд не маленький, а этот классический бэкграунд всегда большой. Потому что вот тут стоит 2 квадрат, и классические решения, они всегда типа единицы на 2 квадрат содержат внизу. И в пределе слабой связи это сильные боли. И поэтому реально их раскладывать по теории возмущений нельзя. А надо просто формально вычислять. Формально вычисляется по-другому. Вы говорите, вот пусть у меня тут стоит оператор, но в данном случае D квадрат. D квадрат это все вариантное происходное в классическом решении, ну и в квадрате. Так? И мы говорим, давайте поле Фи разложим по собственным модам этого оператора. Так что этот оператор, действуя на эту модуль, дает собственное значение и снова ее. Это конкретное уравнение на собственное значение и собственные функции этого конкретного оператора. Просто оно не тривиальное в том смысле, что это производное, а наше бэграунде, это же не маленькое производное. Для нее, это есть для нее, а она классическое. А это не тривиальная функция XT, например. Понимаете? Бэграунд у нас топологически не тривиальный. Но, тем не менее, с точки зрения матфизики, это совершенно конкретное дифференциальное уравнение. Ну и то же самое для самого фруктурации глионной. Вы же эти. Вот. Его можно решить. И люди его решили. И нашли все эти функции и собственные значения. А если это так, то тогда, разложив это по собственным функциям, А теперь интеграл по φ понимается как интеграл по набору вот этих всех коэффициентов cn. А это просто базисный орд. Поэтому интеграл по φ функциональный. Это будет произведение по dc1, по dc2 и так далее. Это бесконечномерный интеграл. Но теперь переменными являются вот эти коэффициенты c1, c2, c3 и так далее. Их просто бесконечно тоже много. Но счетное количество. Ну и теперь подставляем это сюда. У нас получается интеграл произведения c1, а здесь cf степени λi, c2. Эти функции нормированы соответственно. Вот такой интеграл получается. Ди λi это вот эти собственные значения. Но это гауссовый интеграл. Это просто реализация вот этих общих форм. Вот так они конкретно вычисляются. И это будет... Каждый интеграл дает единицу на корень из лянда. И это есть единица на детерминант лянда. В степени 1, 2. Вот эта функция. Только она реально вот так вычисляется. Вот эти мяну на детерминанты... Страшное дело. Страшное дело, да. Тем не менее... Вот эти топологические конфигурации, которые... Реально в таких простеньких моделях получаются. Типа монополий. В Янг-Милсе там есть четырехмерные инстантонные. Они такие специфические, что эти все детерминанты, и все эти собственные функции, собственные изучения, все находятся. И все в явном виде можно вычислить. Возьмите любую книжку, где обсуждаются монополии или инстантонные. Там эти все расписаны. У меня на столе они лежат. Я могу показать и даже дать почитать. Так. Это... Я не хочу просто вдаваться в эти все технические детали, потому что этим можно заниматься бесконечно долго. Я хочу и всегда во всех этих наших лекциях я старался всегда делать упор на качественную сторону. Чтобы, прежде всего, качественно понять, какие тут интегривиальные эффекты бывают в разных теориях. В которых не видно вообще в теории возмущения этих всех эффектов. Вот на что бы упор. Так. А техническая сторона дела, ей можно заниматься отдельно, неограниченно долго. И я ее старался как... По-менее могу, как только можно. Ну и здесь то же самое. Вот, грубо говоря, делается вот такая вещь. Еще раз говорю. Общая схема такая. Это годится только... Это называется квазиклассика. В том смысле, что это годится только для слабой связи. Тогда только мы можем ограничиться квадратичными добавками вокруг классического решения. А члены третьей, четвертой, высшей степени по полям уже будут давать малые поправки за счет малой констанции связи. Вот тогда это все интегрируется через вот такие детерминанты и все пробивается. А если у вас константа связи немалая, то нельзя пренебрегать высшими членами нелинейными. А тогда вы еще никогда не пробьетесь в сильной связи. Ну и кроме того, ясно, что... Вот на примере этого газа монополия. Если бы константа связи была немалая, то этот газ был бы плотный. И вообще монополия начали бы перекрываться и вообще решение для отдельного монополия оно бы на самом деле могло бы потерять смысл в такой плотной среде. Понимаете? То есть все может быть совершенно по-другому по сравнению с разрешенным газом. Там ситуация теряется полностью. На слабой связи поправки малые все контролируются и достаточно ограничено квадратично все нелинейности высших порядков можно выбрать. Только поэтому удается пробиться. А, да, фермион. Значит, то же самое относится и к фермиону. Со разницей, что, например, если у вас тут еще есть плюс там, скажем, в снегу. Понимаете? Пусть есть какой-то один фермион. Так? Когда мы начинаем с классических решений, то на классическом уровне все фермионы равны нулю. Классических фермионов обычно не бывает в таких теориях, так? Поэтому в этом смысле вот это поля уже чисто квантовая фруктурация. Но бэкграунд, который тут стоит, как вариант производный, он нетривиальный. Ну поэтому интеграл по псям. Вот такой интеграл нам надо будет. Он квадратичен по псям. Поэтому он гаосовый берется. Но! Он дает вот. Детерминант будет не внизу, как здесь, а вверху. Потому что это антикоммутирующие переменные, и оно переворачивается. Я не знаю, вы с этим известны. Известно, да. Ну вот. Поэтому Свермионами, с одной стороны, просто. Потому что они обычно уходят квадратично. И формально интегрируются, сразу и дают вот так. Но! Этот детерминат сильно не безобиден. Потому что, оказывается... Но, опять-таки, этот детерминат можно понимать, как произведение собственных значений у этого оператора. Так? Хотите, представьте, опять-таки, это как некоторую диагональную матрицу в базисе собственных функций. И тогда, в детерминат этой матрицы есть произведение собственных значений, которые будут стоять на диагонали. Так вот, что нетривиально? Оказывается, так называемый теоремо-индекс. Который состоит в следующем. Что в нетривиальных топологических программах у этого оператора обязательно имеется нулевое собственное значение. Или одно, или большее. А это значит, что этот детерминат равен нулю. Это понятно? Он равен произведению собственных значений. Если среди них хотя бы одно равно нулю, то весь детерминат равен нулю. И тогда весь, и тогда этот множитель, он зануляет не только сам себя, он же стоит множителем по всем остальным интегралам по базовым переменам. Он зануляет все. Все статсума равна нулю. Вот такой маленький эффект от фермиона. Значит, ремо-индекса. То есть вся статсума равна нулю? А? Вся статсума равна нулю? Вся. Вся равна нулю, да. Потому что статсума, вычисляем мы вот таким образом, она на произведение интегралного газона умножить на интеграл по фермиону. Интеграл по базовым не равен нулю. Там есть свои проблемы. Он тоже, он не равен нулю, он расходится. То есть у этого базового оператора тоже есть нулевые моды. А он стоит знаменатым. Поэтому он дает бесконечность. Но она легко перебаривается, эта бесконечность. Пример нулевой моды базового оператора. Вот у вас моноколь, у него есть центр. Так? И мы нашли решение. Оно описывает, на самом деле, как поляло бывает по отношению к центру. Ну, например, а, мё, от х я качественно пишу. Или напряженность, или сам потенциал. Потенциал Кулоновский единица на х, да. Но на самом деле, это функция от х минус х ноль. Где х ноль, положение от центра. И он ведет себя как х минус х ноль, качественно. Но я лучше напряженность напишу, будет надежно. Напряженность. Это будет х минус х ноль, делить на х минус х ноль в кубе по моду. На самом деле, если у него центр находится не в начале координат, а в точке х ноль, то напряженность вокруг него ведется вот так, очевидно. Так? А теперь спрашивается, если я начинаю подставлять это выражение в Лагранжиан, сюда. И интегрировать по х, то ясно, что в интеграле по х от х ноля ничего не будет зависеть в результате. Если у вас какая-то тут стоит функция от х минус х ноль, то это будет равен интегралу по х от х от х от х. Можно сдвинуть и взять эту новую перемену, и от х ноль ничего не зависит. Вот разрушенные варианты. Поэтому действие, вот это действие, интеграла этого Гагранжиана, оно не зависит от положения центра вашего инстантона. Поэтому на инстантон мы набросаны в разных точках, с разными положениями центра. Это разная конфигурация, и мы должны по всем конфигурациям суммировать. И поскольку х ноль двигает непрерывно, это значит, что на самом деле нужно интегрировать по х нолю, как переменные. Так вот, это и называется нулевой модой бозоны. В том смысле, что вы говорите, вот я взял такую конфигурацию. Я возьму фруктуацию, когда у меня вместо х ноль немножко сдвинется, вот такую фруктуацию. Изменение положения центра. То есть я возьму немножко сдвинуть положение центра моего монополия. Так, и по этому фруктуацию я должен тогда проинтегрировать, потому что это независимые две конфигурации. С таким положением центра и с таким. Но, если я тут, какая бы ни была вот эта величина, если я подставлю в действие, проинтегрирую по х, от положения центра действие не зависит, очевидно, да? И поэтому добавки к действию от дельта х не равного нулю, равны нулю просто. Это понятно? Ну да. Поэтому фруктуация вот такого вида называется в этом нулевыми модами. Потому что, с точки зрения вот этого хозяйства, фруктуация у нас теперь, вот она. Это изменение положения центра. И поэтому я еще буду искать добавку лагранжиану квадратичную по фруктуации. И тут будет стоять что-то. Но это что-то будет равно нулю точечно. Потому что, вот почему. Потому что интеграл от х нуля вообще не зависит. И поэтому добавки по изменению х нуля равны нулю. Это называется нулевая мода. То в этом смысле. Что это такая переменная, такая фруктуация. А здесь стоит, например, d квадрат, да? Или что-то в этом роде. Это такая фруктуация, которая является собственной функцией этого оператора, собственным значением равным нулю. Потому что добавка равна нулю. Называется нулевая мода. Поэтому, на самом деле, этот детерминат бозонный, он тоже равен нулю. Но с этими нулями бозонными можно бороться. Это целая история. Оно сводится к тому, что я вам писал просто ответы. Что, на самом деле, нужно из этого детермината написать штрих. И тут написать штрих. Штрих означает, что мы из этого детермината нулевые ланды исключили. И остаются только не нулевые. И вот будет нормальный, хороший детерминат. Нет, тут ничего смешного нет. Иначе жить нельзя. Только так надо поступать. Главное, что это плохо определенный объект обычно. Нет, он хорошо определенный объект. Это детерминат. Он равен нулю. Это абсолютно конкретное значение. Ничего плохого в нем нет. Но. Но. Буквально, интегрировать вот так в тупую. И интегрировать Е в степени нуль. И получить бесконечный за счет бесконечного интервола, конечно, глупо. Так? Поэтому. Есть разработанные все способы. Так сказать. Долго просто об этом говорить. Идея заключается в следующем. Значит. Надо среди всех фруктаций разделить. На не нулевые ланды и нулевые. Не нулевые моды и нулевые моды. Не нулевые моды интегрируются стандартно по гауссу и дают детерминат штрихованный. Куда входит произведение только не нулевых. Вот хороший нормальный детерминат. Нулевые моды обрабатываются отдельно. Они, на самом деле, всегда входят, типа, вот так, конкретно и специфически. Бэкграва. И тогда, мы говорим, что надо суммировать нулевые моды отдельно. И это сводится к тому, что надо написать интеграл по всем положениям центров вашего монополя, например. К этому формально, не формально, а реально, к этому все можно свести. Что я исключаю флуктуации вида нулевых мод из этого, и здесь интегрируются только по ненулевым модам. Нулевые моды обрабатываются по-другому. Потому что у них, они по-другому входят. Они прям живьем входят как параметры в классический бэкграв. Понимаете? Видно же. Это же параметры классического решения. И тогда с ними обращаемся по-другому. И все, в конце концов, сводится к тому, что надо, по этим флуктуациям, конечно, тоже надо суммировать. И эта сумма имеет вот такой, на примере, центр монополя. Но вот тут будет стоять еще некоторый якобы, который вычисляется, и имеет конкретный вид, это хорошее определенное число, вот к чему все это случится. Я вам дам книжки, где все это написано в огромных деталях. Это чистая матфизика. Ну и поэтому, когда мы в прошлый раз писали, я прямо писал вот так. Это зиакобиан, это просто число было. Если это был трехмерный х, то там было что-то типа мю. В в кубе. Вот этот якобыан, в частности, это какой-нибудь 2 Пи там, он практически так вычислялся, и был равен вот чему. А еще тут стоит, не в стихии. Это не совсем правильно. Вот это, все, что тут стоит, это из произведения, якобыанно нулевых мод. И вот этого множителя доли. Которые тоже конкретное уже число. Из него исключены нулевые моды, он по размерности тоже достану в кубе. Вопрос только о коэффициентах. Что тут стоит некий в итоге коэффициент, и вся работа кровопролитная состоит в том, чтобы его аккуратно вычислить. А он равен, скажем, 2 Пи. Понимаете? А чтобы эти 2 Пи получить, надо море крови пролить. И кроме того, что стоит Е степени H классическая. Е степени, вот этот классический лакранжан, он вычисляется тривиально. Берете классическое решение, поставляете лакранжан, интегрируете по Х и получаете классическое действие. А вот это нетривиальная часть, как обрабатывают нулевые моды бозонные. Но качественно, на этом примере, у монополя единственная нулевая мода, это 3 координации его центра в трехмерном нашем пространстве. А фермионы отдельно, они остаются, и они вот тут дают свой этот фермион, вот как есть, так и есть. Так, у него совсем другая интерпретация нулевых мод. В классическое решение фермионы вообще не входят. Они классические равны нулю, я тут не дописал. Вот классические фермионы. А позоны классические нетривиальные, понимаете? Поэтому они качественно другие. И вот эти нулевые моды входят в числитель. Они просто заболевают весь ответ, да. Но, так сказать, с ними борются совсем по-другому. Я тоже могу написать, что этот детерминат стрих с исключением нулевой моды умножить на, вот тут надо обсуждать, как написать и чем заменить этот нуль формальный от нулевой моды. Я попробую в двух словах, я не знаю, насколько это будет понятно. Значит, делается вот такая же вещь, только теперь вместо буквы С и буквы С. Раскладываем по собственному пункту вот этого оператора. Д со шляпкой в бэк-раунже. Это тоже не, бэк-раунж у нас нетривиальные. Собственные функции это будут не плоские волны, это будут нетривиальные функции. Это не д маленькая оператора, а д большое. Поэтому беремся, уравнение держится, вместо этого пишется вот такое уравнение. Какую-нибудь другую букву. Вот надо решить вот это уравнение в бэк-раунде из вашего монополя, например. Ну а это конкретное уравнение. Оно, в принципе, решается и находятся все собственные функции и собственные значения. И среди них обязательно будет нулевое собственное значение, хотя бы одно или больше. Терема индекса типа выглядит так, что число нулевых собственных значений у держитовского оператора равно топ-заряду вашего бэк-раунда. По модулю. В том смысле, что, скажем, если у вас топ-заряд единица, у вас будет одна собственная нулевая модуль. Если топ-заряд минус единица, тоже одна. Топ-заряд по модулю. Вот в каком смысле. Число собственных значений нулевых это же положительное число. А топ-заряд бывает положительным и отличным. Но если у вас двух монопольная конфигурация, и топ-заряд равен двойки, то на каждом монополии набирается, так сказать, как бы нулевая модуль. То есть у вас будет две нулевых модуль независимых. Хорошо. Значит, в трехмерии это теорема индекса, называется теорема Калиаса. Это фамилия такая. А в четырехмерии автор... Сейчас вспомню. Это математики. Это не физики. Это тем же занимаются математики. Есть уравнения дифференциальные, нетривиальные. Надо разобраться с его собственными функциями и собственными значениями. Это чисто математическая вещь. К физике вообще не имеет никакого отношения. Понимаете? Как же его фамилия? Потом вспомнил. Вылетел из головы. Известный математик. В четырехмерии есть свой топ-заряд. Просто я как-то сильно старался обходить четырехмерные стантоны. Они нам пока не нужны были. Мы по настоящим четырехмерными теориями еще не занимались. Вернее, непертурбативными эффектами, которые есть в четырехмерии. Так, чуть-чуть только. Типа язумина там, какие-то кинки там. А инстантонов четырехмерных я еще не обсуждал. А в трехмерии Ронис Антонов играет то, что монополия, которая с точки зрения четырехмерной салитоны, то есть частицы. И там доказывается отдельная теорема индекса. С точки зрения математики это совершенно разные независимые вещи. Сколько и какие решения в трехмерном пространстве и какие в четырехмерном. Ладно, забыл я фамилию этого четырехмерного математика. Но ответ выглядит так же, что число нулевых мод равно топ заряда по моду. Так, а, да, так что с ними делать? То есть тоже пишем. Вот допустим у меня один монополь, и в этом бэкграунде у меня будет одна волновая функция с нулевым собственным значением. Одна нулевая мода, да? Ее антимонополия, конечно, будет одна своя анти нулевая. Не анти нулевая, а просто нулевая. А все остальные будут не нулевыми. Вот этот штрик, это будет произведение всех остальных собственных значений. Это некоторое конкретное там число, размерное и так далее. Считается в лоб все остальные. Что делать с нулевой модой? Значит, я теперь все выкину из этой суммы и оставлю только одно слагаемое с нулевой модой. С номером n равным нулю. И здесь будет стоять, суммы не будет, будет стоять все нулевое, все нулевое. Но все нулевое это конкретная функция x, это решение о том равнении с нулевым собственным значением. Это конкретный орган в функциональном пространстве. Один. А это переменная интегрирование. У меня идет интегрирование по всем ЦИД и по Ц0 тоже. С точки зрения вторичного плантования, это можно рассматривать как оператор. Рождение. Где он? Это не тот со мной. Если я буду рассматривать. Вот формализм по травмам и счастья функционального интеграла. Это не эти поля, они не операторы. Это просто переменная интегрида. Но он эквивалентен операторному описанию, к которому мы больше привыкли на языке газенберговских операторов. Вот этих. Когда никакого интеграла по полям нет, а зато эти операторы газенберговские и удовлетворяют соответствующим газенберговским уравнением движения. Так вот, если перейти от этого хозяйства, которое здесь говорится в терминах функционального интеграла, к обычному описанию через операторы, то вот это нужно тогда, он превращается в оператор рождения вот этого, можно сказать, мягкого в смысле. То в этом реграунде есть характерный масштаб. Ну, грубо говоря, масса W в данном случае. Так? И все эти λ, поэтому они будут формально равны безразмерной константой, уносят на массу W, если у вас только один масштаб. Кроме λ нулевой, которая просто равна нулю. А все остальные будут характерного масштаба. И в этом смысле этот масштаб жесткий. Так? Мы что хотим? Мы хотим, когда это все захиксовалось, и углеонов W плюс W минус, получились массы равные W, а фотон остался без массы, мы хотим пойти на малые энергии, намного меньше массы W. Тогда все тяжелое с массой W, оно отваливается, а внизу остается легкая часть только, это сам фотон, который мы описываем дуальным полем гамма скалярного. И газ монополий, который тоже редкий газ, и они взаимодействуют на больших расстояниях, это очень мягкое взаимодействие с малой энергией, подавленной численно по сравнению с массой W. И мы добавьте к потенциалу, она дает вот характерный масштаб, а тут стоит вот такое подавление экспоненциальное. Поэтому в этом смысле это очень мягкие энергии. Назовите это, ну я не знаю, M в гуле, да? Вот масштаб вот этой энергии, это буква M. И она экспоненциально меньше, чем масса W. Вот в этом смысле мы занимаемся самыми мягкими этими самыми. Так вот, короче, я попробую сказать, как это надо написать. Вот тут надо написать PSI от X, PSI от X. Этот PSI, это оператор рождения и уничтожения нулевой моды нашей. А тут все это оператор рождения. Самые мягкие. Это, это, вот эта переменная C0, она превратилась вот в этот оператор рождения. В том смысле, что PSI от X, это есть интеграл по ДФ, да? Тут есть степени по X, а тут все это оператор рождения с импульсом P, да? Так вот, вот эта штука и есть наша цена. Это оператор рождения конкретно нулевой моды. То же самое для PSI сопряженного. Физически это вот что означает. На самом деле тут много слов, а физически вещь простая. Она означает следующее. Что, когда нет фермионов, таких нет. И интеграл по Мезонам там что-то дает и дает. Так? Но когда есть фермионы, то если у вас есть этот интеграл по фермионам, который вы в тупую проинтегрируете до конца, вы, конечно, в ответе получите чистый нул. Физически это означает следующее. Что не надо интегрировать до нулевой энергии до конца. Давайте по тяжелым, по большим энергиям проинтегрируем, а оставим интервал еще не нулевой, не до конца будем интегрировать, а оставим самый интервал маленьких энергий. И вот тут будут самые мягкие моды, которые... Вот. С этой точки зрения это была всего одна степень свободы, одно решение с нулевым собственным значением. Но на него можно накладывать мягкие пертурбативные уже деформации, флуктуации. И тогда... Но их надо ограничить интервалом малых импульсов, чтобы все было мягко. Так? И тогда получится нормальное фермионное поле. Вы его можете писать как интеграл по мягкой флуктуации, а можете от функционального интеграла перейти к операторам. И это хоть нормальный государственниковский оператор, но с заховоркой, что импульсы характерные, входящие в эти поля, вот эти импульсы, они все уже не доходят до массы W. Они идут от какого-то мя нуль, намного меньше массы W, и до нуля. Самая мягкая часть только остальная. А все жесткое проинтегрировано. И ушло. А если вы доинтегрируете этот отдельный вклад монополица до конца, то это все равно, что вы возьмете материчный элемент от этого оператора по вакууму, и он будет равен нулю. Вот этот ноль, нулевая мода, она, в конце концов, если вы до конца все ушли, то вы получите, конечно, нуль в ответе. Но мы говорим, давайте оставим кусочек, что у нас будут еще не доинтегрированные поля вот в этом интервале, от мя нуля до нуля, они остались газонерговскими полями, но мы потом будем доинтегрироваться. А пока... А с мя нулевым что делается? Параметр какой-то возник? Мя нулевым символический параметр. Понятно. От него реально в этом вычислении, так сказать, приближение слабой связи ничего не зависит. Потому что петель тут не будет, ну и тогда он никак себя не проявляет. Значит, еще раз. Физически лучше всего, это так себе представляю, что когда у вас есть нетривиальный топологический какой-то вот этот грион, и еще есть фермиоды, обратите внимание, что фермион, вот этот, который здесь, он без массов. Это его кинетическая мерка, их взаимодействие с глиодами. А масса у него ноль. Потому что если масса у него не ноль, то тут надо написать член, если он вот такой, наравнение одинаково изменится. Где оно? Вот здесь будет 8. вот так будет теперь выглядеть, если у фермиона есть масса. И тогда решение... Ну или выходное не будет? Вот я хочу это сказать, только боюсь. Почему вы боитесь? Он сразу становится параболическим оператором, эллиптическим оператором. Да мне плевать, как ему становится. Но если я скажу, что у меня это та же самая функция, но она же не будет, которая дает глянда равная нулю. Так? То тогда это вылетит. И получится, что эта шляпка, действовала на эту функцию, должна давать m на эту функцию. Вот эта шляпка... Понимаете? Что такое было наше старое псено? Это была вот такая функция. Когда масса была равна нулю, это было решение вот этой уравнения. Если я попробую ее сюда же подставить, она не будет решением с массой. Ну, конечно. Конечно, не будет. Потому что, вот это вылетит. Вернее, это не вылетит. А! Вот это вылетит. Это равно нулю. А теперь надо эту сумму приравнять к нулю, и она теперь сдвинется просто на m по энергии, естественно. Все собственные значения сдвинутся на константу равную массе. Так, буквально нулевой моды уже не будет. Кроме того, ясно физически. У этого бэкграунда, опять-таки, есть характерный масштаб его энергии и импульсов. Это некоторые МДВ в данном случае. Если фермион имеет массу намного больше, чем этот бэкграунд, ему плевать на этот бэкграунд. Он тяжелый, а бэкграунд его там чуть-чуть шевелит, понимаете? Очень слабо в внешнем боли. Тяжелая частица. Тогда можно весь бэкграунд выкинуть, и вообще это будет терминат свободного фермиона, вон тарань константии, и ничего, короче, не остается. Служдая не будет масса, тогда теряем индексы. Потому что лимон, наверное, все одно взмахло от полца. Если сдвинешься, не будет вода. Потому что ремонтируется только для безмассовых, примерно. Вот почему. По определению. У нас здесь же все излишек постоянно. Нет, я еще раз повторяю. Представьте себе, что вот у нас есть тяжелая частица. Фермион, тамбазон, это уже без разницы. И вы ее поместили в очень слабенькое внешнее поле. И вы спрашиваете, ну как сдвинется ее энергия? По сравнению, когда поля не было, у нее энергия была равна массе. Поместили в очень слабенькое поле, но оно чуть-чуть сдвинется. Ему плевать на это. Ничего для него это существенного заведомо не изменит. И поэтому, так сказать, ему на такие мягкие фруктуации, маленькие по сравнению с его массой, ему можно не обращать внимание. А другое дело, если у него собственная энергия была равна нулю массе, то какой бы ни был мягкий B-грамот, характерные собственные значения будут равны масштабу энергии этого B-грамота. Ну, например, в массе W. У него будут характерные собственные значения в этом B-грамоте. И вот если тут появится намного меньше собственные значения, чем характерные, вот это не требует. А если у него здоровенная масса, то мягкий B-грамот даст маленькие добавки. И все собственные значения будут типа Большая масса плюс маленькая W умножить на какую-то константу равную 1, 2, 3, 4. Вот, еще качественно ему не важно, будут такие мелкие добавки. Короче, я никак не договорюсь на той фразе, которую я хочу сказать. Что мы не будем после дня до конца интегрировать, оставим мягкую часть. И тогда этот эффект состоит в том, что нулевая мода осталась. Ну, не нулевая, вы что-то так называете, а мягкие моды, самые мягкие моды остались. Эти мягкие моды физически означают, что вошли нулевую моду. И еще при ней встают мягкие пертурпативные фруктуации. Тогда это превращается уже в функциональную переменную. То есть, например, Бергерское поле. Но, они остались. И физически это означает, что вот этот вклад, который раньше был просто константный, он теперь привозился в оператор. И вы можете сказать так, что... Я чуть забыл, это вклад в басту. Это вклад в отцу. Ну, да. От одного на на поле. Но в присутствии эфирионного безмассового поля. И вот теперь оператор. Вот таким. А это число уже все. Вот это число. Это детерминант по ненуливым модам. Это конкретное число. А нулевая моды осталась оператор. Ну или лучше называть их мягкими модами. Так? И это все равно, что вы скажете так. Что когда у меня есть вот эта топологическая фруктуация, но при наличии эфирионного поля в огранчании безмассового, то она сама по себе дает нулевой вклад в сенсумму за счет нулевой моды. Но если оставить мягкую часть, то она превращается в пару фермион-антифермион. Она становится оператором. И физически, что когда вот такая бозонная фруктуация произошла, то она сама по себе не существует. Она дает нулевой вклад. Она обязательно родит пару легких фермион-антифермион. Вот лучше всего. Я к этой фразе все равно ищу. Да? Вот что физически это означает. Что она обязательно должна сопровождаться рождением мягкой пары фермионов. И тогда это будет все-таки не нулевой, не тривиальный оператор. Он при подходящем масочном элементе, он даст не нул. Но это масочный элемент, конечно, не по вакууму. А он родить вам может пару живых фермионов буквально. Понятно? Важно то, что если вы хотите брать материчный элемент по чистым бозонным состояниям, без фермионов, то такой масочный элемент будет равен нулю, потому что этот оператор некуда будет замкнуть. То есть опологическая фруктуация, она всегда в присутствии поля безмассового фермиона, она всегда сопровождается автоматически обязательно рождением пары безмассовых фермионов. Вот. А это все меняет. Потому что вспомню, что мы дальше делали, когда у нас не было этих фермионов. Вот это был просто собственный вклад от одного монополя. Потом мы это все суммировали. И получали вот такую добавочку в экспоненте в Магранжан. Оно сдвигало просто начало еще данных. Но после этого мы сказали, мы еще не учили кулоновское взаимодействие между монополием. И когда мы его учили, то эта штука превратилась в нитериальное поле. А именно косинус гамма. Я качественно пишу. Ну в смысле, что она дала Е в степени и гамма плюс Е в степени и минус и гамма. Вот это был вклад монополия, а это вклад антимонополия. И теперь, если это раскладывать вокруг гамма равного нулю, то будет член гамма квадрат, который показывает, что в этой плазме монополии поле гамма дебаевски экранировано и становится массивным. Только с очень маленькой массой, пропорциональной вот этому количеству. А это специально маленькая вещь. Вот это то, что было без фермионов. Но теперь все это домножится на этот оператор. Это число. А вот это оператор. И поэтому теперь это будет выглядеть так. Но в трехмерии я качественно пишу. Оно останется оператором всей чертой Пси. И конечно будет косинус гамма тоже. Но, теперь, если я этот косинус разложу, да? И напишу, что косинус гамма, это есть единица минус одна вторая гамма квадрата. И вот это был гамма квадрат умножить на коэффициент, это была масса гамма. То теперь это не масса гамма. Потому что она же в Пси навесилась, да? Поэтому это просто какой-то уже нетривиальный оператор, описывающий взаимодействие гамма с этими мягкими фермионами. Но масса фотона теперь нет. Фермионы убили массу фотона. Видно, что без члена просто гамма квадрат, который был раньше, нет. Теперь на его месте стоит член гамма квадрат Пси Пси. Это не масса фотона. Это взаимодействие фотона с этим мягким фермионом. С нулевой моды фермиона. Поэтому фотон остается без массы. Фермион ему не разрешает получать массу. Все перевернулось. Конфаймента теперь нет. Осталось кулоновское взаимодействие с гамма, степенным образом падающим, как и было в это самое. Ну, в смысле, напряженность будет теперь... Она не будет сжиматься в струну. Она пойдет нормально кулоновским негранированным образом. У фотона пропала масса. Это не шутки получились, а очень даже, как говорится, серьезный эффект. Да. Это просто, если вы добавили фермиона, у вас получится вот такого типа вещи, что он убьет конфаймент. А теперь это надо вообще-то суперсимметричное добавление фермиона, а не на как попало. И там опять все будет не так. Так. Но, как всегда, я вообще сейчас раз сегодня рассказал, я вообще не собирался рассказывать. Потому что, я думал, это две минутки проскочить и сделать упор сразу на суперсимметричное, это самое, Джорджи Глашеву. И я думал, что это тоже, это 15 минут быстренько расскажу. И успею еще рассказать про уже четырехмерную теорию Янг-Милса суперсимметричного на компактифицированном пространстве, когда у меня трехмерное пространство плоское, а четвертое измерение свернуто в колечко. Вот это у меня были такие планы. Как видите, как обычно, что из этих планов получилось? Я вообще ничего не успел рассказать, что я собирался. Но кое-что все-таки, конечно, поговорили, потому что дальше эти фермионные нулевые моды, они будут у нас всегда в любом топологическом бэкграунде, если у вас есть там фермионные поля в интеграле. Поэтому это вещь полезная все равно в любом случае. И в штрехмерии то же самое, в Янг-Милсе. Все там будет, лишь бы были фермионы безмассовыми. Теперь аминтекс. Вот. А фермион, по сути, стал массивным. В том смысле, что, вы смотрите, в этом косинусе есть единица. И тогда эта единица, и эта константа, и это будет вклад в массу фермиона. Они дают, эти монополии будут давать вклад в массу фермиона, да. Но зато бозон, гамма, остается безмассовым. Суперсиметрия явно что-то не проходит. Потому что этот фермион будет суперпартнер бозонного гамма, и у них масса в ненарушенной суперсиметрии должна быть одинаковой. Или оба массивные, или оба безмассовые. А это не суперсиметрия, который мы сейчас расписали. Поэтому у них разная масса. Фермион массивный, а гамма остался зато безмассовым. Ну, что есть, то есть. Вопросы какие-нибудь еще? Я фазовые переходы изучал уже давно. И там было такое утверждение, что там есть параметр порядка. Да. И фазовый переход основной вклад в генноблажную ситуацию. Это как раз и есть эти самые аналоговые моды, правильно я понимаю? Неправильно. Правильно? Дело в том, что фазовые переходы, например, второго рода и так далее, они вообще не связаны с непертурбативными вкладами. Сейчас скажу что-нибудь. Мне лучше просили написать эти формулы. Вот возьмем нашу Хиггсовую модель. Никаких фермионов. Так? Мало того, пусть все будет адреское. Это будет ПУ-1 теория, а не СУ-2. И все просили. Сейчас соброшу, что-то пойдет. Вроде да. Только надо ФИ заряженное, конечно, теперь правильно. Одно заряженное поле ФИ. Один фатон. И вот такой потенциал, который заставляет его конденсироваться. Хиггсуется. Значит, когда он хиггсуется, то он даст фатону массу. Это теория возмущения. При малой константной связи дальше все поправки маленькие. Но! Это при нуле температуры все мы всегда писали. Давайте подогреваем. Формализм такой, я не знаю, мы с ним встречались или нет, что та сумма при температуре Т эквивалентная к Кридовскому функциональному интегралу, в котором интеграл по времени, но только по времени в Кридовском. Ну, назовем его, я не знаю, там вместо Т, да? Нормально у нас интеграл вот такой вот по времени. И он описывает, и такая же сумма соответствует температуре равной нулю. Температура не равная нулю, соответствует вот чему, что интеграл надо вот так обрезать, где β это стандартная обратная температура единица на Т. А все остальное одинаковое, но не совсем. вот тут стоит L от φ. φ это набор ваших полей. Но, есть условие, что эти две точки склеены, то есть это не кусок прямой от нуля до β, это колечко. потому что точки 0 и β это от осуществлены. Так что это на колечке. Мы все равно, следующая наша модель будет именно такая. А слово температура здесь чисто условно? Нет, это абсолютно наша, так сказать, физическая температура. То, что это так, видно вот откуда. Штат физики, штат сумма, это есть трейс, это, наверное, вторая эволюция. Это гамметричная. Штат означает сумму поступленных значений. Если я разложу, в смысле матричного элемента. То есть это будет сумма по n, тут будет стоять φm, е в степени h на t, φm, интеграл по dx, так? Это я разложил по собственным функциям гамметричного элемента. Тогда он заменится на en. А дальше φm по нормировке дадут единицу. И вы получите сумму по n, е в степени минус en на t. Это гипсонская штат сумма, как и должна быть. Так? Теперь сравним с тем, что тут написано. Когда я вместо этого формализма пишу в виде функционального интеграла. У меня стоит бесходная е в степени минус en на t, d, 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 i. У меня стоит бесходная е в степени минус en на t, d, 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 i. Д0 Фи квадрат минус Врадиен Фи квадрат это кинетическая энергия и минус ВФи потенциал вот это наш интеграл по ДФи функциональный вот это есть зорцома записанная для полей стандартная хорошо, не буду сразу подойти во вклик то есть во вклике надо ЗТС заменить на доли трал, доли минус и тал чтобы в экспоненте был минус Гамильтоньян наверное вот так, попробуем, если нет, так перевернемся тогда вот это будет просто детал так, теперь производная по времени получит И в квадрате даст минус поэтому теперь это будет не Д по ДТ, а Д по ДТау, но перед ней появится минус и теперь этот весь минус вынес, он везде только у нас теперь, да? а тут везде будет плюс и это будет эвклидовская генетическая энергия плюс потенциал и это все есть полная энергия, то есть гамильтоньян но интеграл, если я ничего не делаю, он идет от нуля до бесконечности так же как этот идет по всему объему это просто я перешел в вклик, я перешел от минус бесконечности до бесконечности от минус бесконечности до бесконечности, так хорошо так а теперь я скажу обрежу интервал по мневому времени вот так и еще склеиваю эти две точки то есть заверну этот интервал от нуля до бета в колечко топологически, я их склеиваю так тогда у меня будет вот так и еще один нам нужно потребовать что поскольку эти точки отождественны то поля по которым интегрируется функциональный интервал должны быть периодическими то что-то насчет 2π надо разобраться всегда я с этим путаюсь то ли бета, то ли 2π бета если не обращать внимание на 2π то должно быть вот так что поля в точке любой дау и в точке сдвинутой на длину вашего отрезка должны поскольку эти точки склеили все на самом деле накалечили поэтому когда вы сделали один оборот и вернулись в ту же точку то поле тоже должно вернуться в ту же точку сдвижка наверное 2π не нужно написать вот поля должны быть периодически по сдвижке на целый оборот ну на любое целое число полных оборотов ну теперь если я рассмотрю статический предел так то есть то мои все поля не зависят от табла от времени а только от координат то тогда вот это будет оператор гамильтона вернее это и так оператор гамильтона в любом случае так вот это интеграл β3 и это стоит е степени минус интеграл d tau h но только h как функционал от поля в фи так так вот если я рассмотрю статический предел когда эти поля в фи от времени доу не зависит то тогда это будет е степень минус b за на h больше ничего не писать это будет единица на t это и есть b это швингер первый обратил внимание что если взять функциональный интеграл перетащить b в клей и склеить время на колечко то это будет такая же сумма соответствующая температуре t так вот давайте эту теорию подограем до температуры t так это означает что у нас интеграл по полям нашим по фи и по фотонку вместо интеграла от 0 от минус до плюс до бесконечности если он заменится на интеграл от 0 от обратной температуры раз и все поля и все надо брать периодически вот и все и тогда это будет описывать теорию при ненулевой температуре t вот такие тривиальные только изменения нужно сделать но если теперь посмотреть какие добавки пойдут от ненулевой температуры я не буду это конечно выводить еще сложного там нет но просто я в ответе на вопрос уже пишу только ответ то появится добавка типа там скажем е квадрат ц квадрат фи квадрат аты вот такая добавка появится ну потому что пропагаторы изменились за счет условия периодичности что означает условия периодичности например да это означает что если я вот такое периодическое бодер разложу по фурье гармоникам по частотам то это теперь будет не интеграл по омега от минус до плюс бесконечности а сумма по n и фурье гармонии все частоты будут дискретными это будет и омега n тау ну и какая-то фи n от омега n так где омега n должна быть такая чтобы вот эта сдвижка на 2пи бета его не меняла то это омега n должна быть значит когда я там сдвину на 2пи бета то 2пи бета вносить на омега должно быть равно 2пи на бета значит омега должна быть целое число на бета или что то же самое n на t так вот тут 2пи нужно я тебе сейчас вспоминаю 2пи тут не нужно зато тебе она здесь будет нужна то есть омега будет равно 2пи делить на бета и на целое число n и это будет 2пи на целое частоты дискретные короче ну ясно условия периодичности поставлены это все равно что у вас две стенки тут должно зануляться и на второй стенке должны зануляться тогда частоты должны дискретными как в ябле с вами стенки это же то же самое целое число обратных бета короче говоря вот это называются мусубаровские частоты это японец такой был который впервые я написал что если она периодическая то фурье образ будет не интегралом а суммой дискретной а это уже прямое следствие что сначала поля идут периодически сейчас вот и дискретные а дальше делается все как в фирменовской технике вся разница только в том что при температуре 0 у вас омега начинает меняться непрерывно и меняется как хочет от минус до плюс бесконечности и обычные фирменовские диаграммы мы рисуем но это описывает t равное 0 при t не равном 0 интеграл по времени заменяется суммой по международным частотам вот и вся а дальше диаграммы такие же только пропагаторы теперь меняются за счет того что слое образ изменился у поля и пропагаторы изменятся дальше уже там ну как бы автоматом все это хорошо вернемся сюда так вот есть такая добавка это впервые посчитали киршли с линтой так они почему при интегрировали это? то есть это добавка это 1 петлевая добавка к окрашану от одной петли ну ну можно так называть да что здесь что там на петлевых вкладах вот видишь констанция сверху она показывает что это из петли пошло это петля поля фи так но этот пропагатор он не интеграл а сумма по частотам омега вот и тогда получаются добавки вот такие ну теперь смотрите что было я этот квадрат раскрою то есть я напишу потенциал короче вот этот минус потенциала в от фи у нас 2 равен 1 тут есть четвертый надо писать не правильно есть четвертый фи фи четвертый минус 2 есть четвертый фи-ной квадрат положительное число и тут стоит фи фи вот это наш был так сказать бордовский потенциал и он заставлял фи садиться на минимум равный феноль эту констанцию феноль-эсперт я выбросил она же начала отсчета но добавилось вот что со знаком плюс потенциал это я не правильно написал потенциал то знаком плюс вот это принципиально важно ну ясно я физически подогрел энергия увеличится так вот если я вот это число обозначу как-то одной буквы мю квадрат так то оно было отрицательное минус мю квадрат фи квадрат а к нему добавилось плюс е квадрат т квадрат и теперь эффективное мю только отрицательное мю-клород заставляло фи конденсировать мю-клород теперь ясно что если терп будет достаточно большим он пересилит это мю-клород и никакого конденсирования не будет и фиксование пропадает это фазовый переход то например если ваша фи описывала что угодно например это была куперовская пара и это описывало и конденсирование куперовских пар давало сверху водительность так только когда вы подогрели до критической температуры такой что е квадрат c квадрат равно мю-клород то у вас на этом все кончилось лопнула сверхпроводимость при такой температуре а при более высоких температурах ее не будет изград только потенциала видно откладываем сюда фи рисуем потенциал при т равном нулю у него минимум где-то при фи квадрат порядка е четвертый сейчас е четвертый не причем при фи квадрат порядка фи ноль квадрат только я начало счет изменил да поэтому он в нуле не равен нулю потом он начинает уменьшаться вот такой у нас потенциал при т равном нулю да и у него минимум он готов в точке фи ноль но теперь если я немножко подогрел температура еще маленькая получится маленькая дополнительная поправочка положительная к этому подогрел теперь он будет вот так северить он поднимет дно еще подогреет он еще поднимет и в точке когда они съедят друг друга это будет вот такое уже не будет минимума поэтому сверхпроводимость лопну в этой при такой критической температуре я уже забыл какой был вопрос а вот вам фазовый переход да но вы видите что здесь все в теории возмущения тут нет никаких топологических эффектов разрушится сверхпроводимость просто за счет того что подогрели и термические фруктуации ее разрешают это не топологические фруктуации а есть аналог наверно наглядный возьмем сверхпроводник второго рог поместим его во внешнее магнитное постоянное поле тогда оно будет пробивать там априкосовские струны представляете и можно показать что эти струны образуют треугольную решетку это наиболее энергетически им выгодно ну то есть понятно треугольная решетка так но если я начну увеличивать напряженность поля в котором это все находится то плотность этих струн начнет увеличиваться и становится больше на единицу площади поперечки так и начиная с какого-то момента они уже начнут перекрываться они уже настолько близко друг к другу что они начинают перекрываться и есть критическая напряженность при которой они перекрываются настолько что уже прощается просто сплошную внутренность одной страны которая охватывает все пространство да это лопается сверхпроводимость в сверх критическом внешнем магнитном поле оно его нарушает сверхпроводимость вот таким топологическим образом потому что страна это топологическое восприятие и когда этих топологических внутри струны конденсат куперовских пар равен нулю там условно говоря внутри там безмассовый проводящий обычный металл ну условно конечно но когда у вас этих струн становится слишком много то они начинают заполнять все и и тогда пространство где только между струнами в этом промежутке там сверхпроводящие состояние внутри струны обычная перформативная ситуация но когда этих струн становится очень много они начинают перекрываться они заполняют все и сверху один излопается ну я не знаю насколько я ответил на вопрос таких примеров много поэтому есть самые разные варианты есть когда фазовый переход не связан с топологией а связан просто например с нагреванием сколько угодно а есть примеры когда он действительно завязан за поведение топологических восприятий с инстантонами то же самое в каком-то смысле в Янг-Милсе но это не теоретически теоретически даже можно показать что если взять например Янг-Милс то мы не можем его при маленькой температуре решить и показать что там есть конфальт но мы в это же верим потому что мы в это в жизни не видим да а при большой температуре Янг-Милс вот так когда бета которая же вратная температура становится очень маленькой бета это единица на Т так и при больших температурах интервал это сжимается к нулю поэтому все доминируется статическими полями где они не зависят от температуры от времени то есть и и все можно делать по теории возмущения в пределе больших температур у вас пойдет что у нас пойдет у нас например что такое большая сильно подогретая теория поля с заряженными болями это плазма где бегают заряды плюс-минус так так они ясно дадут нам дебаевское кранирование и дебаевская масса она будет в квадрате она будет вот такая в квадрате почему это плазма 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 вы слышите это газ заряженных частей нет почему это есть конфигурация высокой температуры т потому что такое состояние при температуре т это вот что такое это сумма по всем уровням энергии вот с таким весом т и когда температура большая то все уровни с энергией от нуля до т все вкладывают а уровни с энергией намного больше т уже экспонсионально мало дают и такие не возбуждаются так вот при больших т будут в основном энергии порядка т доминировать параметрически вклад в сердцу а такие большие а если т намного больше лямбда КХД то такие большие энергии означают что там ну это не то чтобы автомат но если я просто буду вот так же рассчитывать Янгвилс при большой температуре то я получу аналогичную вот такую добавку которая будет означать что статическая электростатическая поле дебаевски экранируется и поэтому если вы в такую подогретую янгвилсовскую плазму вставили внешний электрический заряд то он дебаевски заэкранируется и никакого конференции по определению теперь не будет электрический поток заэкранировался а при низких температурах он уходил в струйную там такая была хитрая вакуумная структура трактуация в пределе низких температур что он калимировался в струну а при высоких температурах совершенно ясно что там будут бегать дебаевски и дадут дебаевское экранирование любого внешнего электрического заряда и никакого конфамента не будет и происходит температура переход конфамент и конфамент на какой температуре в порядке ляндокохадемы там нет другого масштаба чисто в Янгмилсе а к чему это я еду фазовый переход а это тоже фазовый переход при низких температурах есть конфамент а где-то начинают на решетках они считали эта температура у них чисто в Янгмилсе в Осудвашном ну конечно какую ляндокохадемы ставить такого порядка температуру и получите это же внешний параметр теории ляндокохадемы он спрятан в константе связи они что делают они берут не нашу реальную КХД с фермионами и с СО3 колором они могут или СО2 колор например без фермиона или даже СО3 колор но тоже без фермиона надо туда какую-то лянду численную вставить и через эту лянду будет выражаться температура декольфами они смотрят когда лопается струна начинают подогревать и смотрят когда потенциал взаимодействия он раньше растет линейно с расстоянием между внешними зарядами а потом начинается какая-то температура это лопается и он начинает экспоненциально экранироваться дебаевски числа я помню но я не могу понять смысл этих чисел они говорят вот у нас там в СО2 ляндмилсе температура деконфаймента там ну скажем 150 мэра а какая у них лянда я даже не знаю может быть у них лянда 150 мэра ну это довольно бессмысленное заявление в абсолютных единицах в мэра надо температуру деконфаймента выражать как константу умножить на нашу лянду тогда это осмысленная пропорция она равна например 0,5 лянда вот это осмысленное заявление а когда они дают ответ в мэра я не знаю что это значит может быть они лянду загладывают равную там 200 мэр и получают температуру деконфаймента до 150 мэра но это надо сказать может быть они где-то об этом говорили но я не помню короче на решетке они это видят деконфаймент с подогревом у Янги Миллс так ну все до свидания отец его в автор его подогрев расшир